Накануне Рамазан Абдулатипа в рамках рабочей поездки побывал в Рутульском районе. Там он принял участие в открытии нового здания МВД на 50 мест и Центра культуры. На торжественной церемонии присутствовал начальник главного управления МВД России по Северокавказскому федеральному округу генерал-полковник полиции Сергей Ченчик. Также в поездке главу Дагестана сопровождал полпред Южного округа Мусафинди Вилимурадов. Хаджат Мазгарова расскажет подробнее. Торжественное открытие отделения МВД в Рутуле. После главе показывают просторные помещения комплекса, рассчитанного на 50 мест, знакомясь с мерами безопасности на объекте и даже предлагают поразмяться в свежем спортзале. Новое отделение Министерства внутренних дел России по Рутульскому району – один из самых современных и крупных комплексов в Горном Дагестане. Здесь созданы все удобства для тех, кто несет службу в непростых условиях. Вы люди, которые непосредственно работаете с людьми. И от того, как каковы и как сложатся ваши отношения с гражданами, зависит представление граждан о нашем государстве порой целом. Поэтому на вас лежит огромная ответственность. Я еще раз подчеркиваю, что среди вас есть очень много ребят, которые свою жизнь отдали за эти годы за то, чтобы в Дагестане был бы порядок. Уже на встрече с активом высшие полицейские чины рассказывают о важности введенного объекта и о том, как изменилась криминогенная обстановка на Северном Кавказе. А изменилась она кардинально. За последние полгода на 48% удалось снизить количество преступлений террористического характера. В Дагестане эта цифра еще выше. Нам удалось сократить количество таких преступлений в республике, по сравнению с прошлым годом, в 2,6 раза. То есть, ну, издирая на то, что многие говорят, что Дагестан – это центр бандитской активности, я хочу сказать, что это далеко не так. Далее на встрече речь шла о проблемах самого Рутульского района. В частности, о том, что дотационность его на сегодняшний день составляет 94%. Объем производства собственной продукции существенно сократился. Вдобавок, слабая налоговая политика. В частности, из более 5000 земельных участков только 600 внесены в налоговую базу. Поднимать экономику района за счет использования земельных ресурсов и развития животноводства. Глава требует навести порядок в этих отраслях и дать возможность развиваться реальным фермерам, неэффективным. Ведь из 5 миллионов мелкого рогатого скота по голове республики – 3 миллиона. Это приписки. Нельзя бросать животноводство. Конечно, это тяжелая работа, но этим заниматься надо. Вот у меня 7 сел в сельском совете. В свое время, я помню, только у моего дяди было где-то 300 баранов и коз, овец и коз. А в целом из этих сел уходило более 1000 в горе летом. Сегодня в 7 селах нет ни одной козы. Кто нас должен кормить? Почему мы не производим сельхозпродукцию? Почему не налажена реализация сельхозпродукции? Местные власти сетуют на то, что трудно реализовать сельхозпродукцию. Глава предлагает довольно эффективную торговую систему – распространять продукцию в пределах самого района. В целом республика производит товар, удовлетворяя лишь 51% своих продовольственных потребностей. Все остальное завозится из соседних аграрных регионов. Минимум 1000 человек, которые получают так называемое социальное питание. Вы производите меньше, чем ежедневно кормить 1000 человек. И сыра, и мясо, и всего остального. Должен быть договор с каждым селом, с каждым селопредприятием, заранее, с детским садиком, больницей, какого качества, какого количества продукции поставляется. Мы производим 51% своих потребностей продовольствия в республике Дагестан. Затронули проблемы молодежи, в частности, трудоустройство сельское, в том числе и дипломированное. Глава, в свою очередь, озвучил результаты проверки республиканских вузов. Из 62-х лишь 12 соответствуют гостребованиям. Наши дети получали там образование. Потом этих безграмотных людей мы устраивали по знакомству на работу. И после этого удивляться, что республика в таком состоянии, если не исправлять эту деятельность в сфере образования, если мы будем поднимать промышленность, по современному развиваться, нам придется выписывать людей из других регионов и из других стран. Я не могу найти человека на должности, на целый ряд должностей. Задавать вопросы главе жителей района могли и сами. Поступали десятки записок из зала, прозвучали развернутые ответы Абдулатибова по каждой из заданных тем. Хадежат Мазгарова, Абдул Азиз Азизов. Время новостей. Время новостей.